Добрый вечер и добро пожаловать, спасенные, чтобы служить, и все наши друзья на вечернее изучение Библии. Вы смотрите в прямом эфире нашу домашнюю студию «Снова Пророчество» из центра штата Флорида. Бог был добр к нам, мы живы и стоим, чтобы через нас вы могли получить благословение сегодня вечером. У нас есть много интересного для вас сегодня вечером. Мы молимся, чтобы вы записывали услышанного сегодня в свои тетради, чтобы у вас были ручки, и обязательно с молитвой в вашем разуме мы молим, чтобы Бог мог благословить нас тем благословением, что Он дал нам этим вечером. Я молю, чтобы это служение принесло благословение каждому сердцу. Это наша позиция и подход сегодня вечером. Чтобы ничего и никто нам не помешал сегодня. Пожалуйста, отложите все, чтобы нам иметь свободное общение с Духом Святым и красотой святости, и чтобы Дух мог беспрепятственно прийти к нам. Итак, давайте откроем Библию на книге Откровение, 13 глава. Откровение, 13 глава. Итак, мы начинаем несколько уроков по книге Откровение, 13 глава. Библия говорит в первом стихе, «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, семью головами, десятью рогами. На рогах его было десять диодим, а на головах его имена богохульные». Прежде всего, мы проанализируем это Откровение. Каково библейское объяснение этого зверя? Библия учит нас, что зверь представляет собой царство или народ. Библия также говорит нам в книге Даниила, 7 глава. Пожалуйста, заметьте это. Зверь. Библия говорит нам, что это указывает на царство. Это указывает на народ. И Писание объясняет это в книге Даниила, 7 глава, стих 17, и также стих 23. Также мы можем посмотреть третью книгу царств, глава 18 и стих 10. И стих 1, Откровение 13 глава говорит, какое имя написано на этом звере? Какое-то царство и какой-то народ. Библия говорит нам, что это имена богохульные. Это имена богохульные. Многие библейские определения по поводу слова «богохульство» Два первых определения слова «богохульство» это когда человек провозглашает себя Богом. Еще тогда, когда человек провозглашает себя тем, кто может прощать грехи. Это может быть доказано на основании Евангелия от Иоанна, 10 глава, стихи 30 и до стиха 33. Когда человек провозглашает себя Богом, это богохульство. Также богохульством является, когда человек говорит, что он может прощать грехи. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи от 5 до 7. Какое царство, какой человек объявил себя Богом на земле? Какая нация и какой человек объявили себя тем, кто может прощать грехи? Это сделала только одна нация и это Ватикан. Только одна сила, которая является папством. Этот зверь, друзья, символизирует папство. Этот зверь указывает на папство. И отметьте сейчас на основании книги Откровения, 13 глава, Библия показывает здесь нам временной период, когда папство будет управлять миром. Библия говорит нам в 5 стихе, что папство будет управлять 42 пророческих месяца. Стих 5 говорит, «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать, как долго?» Как долго? 42 месяца. 42 пророческих месяцев. Мы знаем, что месяц это 30 буквальных дней. Библейский месяц. 42 умножаем на 30 и получаем 1260 буквальных дней. День в пророчествах это год. 1260 дней это 1260 лет. История подтверждает, что папство управляло миром с 538 года до 1798 года. И Библия также говорит нам в книге Откровения, 13 глава, нечто утешительное о этом звере, папстве. Друзья, пожалуйста, здесь будьте очень внимательны. В стихах 7 и 8 Библия говорит нам, что папство будет воевать против Божьих людей. И Библия объясняет, что этот зверь, эта нация также будет управлять миром. Библия говорит, что эта власть является религиозной и гражданской одновременно. Церковь и государство, этот зверь, это царство, обманывает весь мир и принуждает всех к ложному поклонению. Посмотрите со мной стих номер 7 из книги Откровения, 13 глава. Стих номер 7 говорит. И дано было ему вести войну со святыми. Этот зверь устраивает преследование. Эта нация преследующая нация. Этот народ преследует Божьих святых. И победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Вопрос. Доказывает ли история, историческая наука, что между 538 годом и 1798 годом папство, католицизм преследовало святых Всевышнего? Да. Доказывает. Папство, католицизм правило миром между 538 годом и 1798 годом. Этот зверь из Откровения, 13 глава, стихи с 1 по 10, это католицизм, это папство. Посмотрите вместе со мной также стих 8. Этот зверь также ввел весь мир в ложное поклонение. Стих 8 говорит. И поклонятся ему все живущие на земле. Это гражданская власть и религиозная власть, никто иной, как папство. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни о Ангца, закланного от создания мира. Это папство. И Библия говорит нам, и история подтверждает это, что день, в который папство будет принуждать к ложному поклонению, это воскресный день. Этот день является отличительным знаком папства. Начертание зверя будет узаконено в эти последние дни. Посмотрим ниже на стих 3. Библия говорит нам здесь, что этот зверь, эта нация получит смертельную рану. Смертельная рана означает, что эта церковная организация будет лишена на какое-то время власти и прекратит преследование Божьего народа. И история и Библия доказывают, что папство это союз церкви и государства. В 1798 году французская армия вошла в Рим и лишила папу трона. Это произошло в 1798 году. И начиная с этого события, все нации во всем мире прекратили поддерживать папство. Даже когда был избран новый папа после 1798 года, мы можем узнать из истории, что папство больше не могло руководить миром и преследовать детей Божьих. Это была так называемая смертельная рана. Посмотрим стих 3. Здесь Библия говорит, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем». И стих 10 говорит, «Кто ведет в плен…» Иоанн пророчествовал о папстве, что папа будет помещен в тюрьму. А кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убит мечом. Здесь терпение и вера святых. Итак, что папство получило? Смертельную рану. В 1798 году и Библия говорит нам, что эта смертельная рана исцелеет. И когда эта рана исцелеет, когда папство опять получит утерянное превосходство. Папство будет опять управлять миром. Папство будет опять преследовать народ Божий. И папство будет опять заставлять и опять поддерживать ложный день поклонения, поклонение в воскресный день. Точно так, как папство делало до того, как получило рану между 538 годом и 1798 годом. Стих номер три говорит. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». Это событие произойдет в будущем, когда папство получит опять силу править миром. И друзья, если мы посмотрим, что сейчас происходит в средствах массоинформации, что происходит в мире, папство, Ватикан и сам Папа Франциск, что они делают? Папство постепенно, шаг за шагом восстанавливает утерянное превосходство. Библейская истина придет на несколько коротких месяцев и несколько коротких лет. В стихе третьем и четвертом говорится. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним?» Итак, папство – это церковная организация. Кто может сразиться с ним? Только одна фраза открывает нам, что в последние дни папство опять получит военную поддержку от различных стран, чтобы преследовать людей, которых оно, папство, называет еретиками. Это все случится с народом Божиим в эти последние дни. Давайте вернемся к стиху номер два, Откровение 13 глава. Давайте посмотрим, из каких частей состоит этот зверь. Библия говорит нам во втором стихе, что это части, это части зверя, папства. Итак, второй стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Это составляющие зверя папства. Библия говорит нам во втором стихе, давайте запишем это, потому что это очень, очень важно. Библия говорит, что он, этот зверь, был подобен барсу. Это означает, что тело этого зверя подобно телу барса. Библия говорит, что ноги у него, как у медведя. Библия также объясняет нам, что пасть у него, как пасть у льва. Также Библия говорит нам, что этот зверь получил силу от дракона, и престол свой, и великую власть от дракона. Сейчас мы должны понять, что эти четыре части, которые составляют папства, что они означают для нас в эти последние дни. Чтобы понять это, мы должны найти кое-что в Писании, где были показаны эти звери, представляющие различные нации. Что это значит? Мы должны соединить одно местописание с другим. И в Библии мы найдем несколько животных, представляющих нации. Это мы найдем в книге Даниила, 7 глава. Даниила, глава 7. И объединив книгу Даниила и книгу Откровения, получим одну полную картину. Итак, одно из важных мест в 13 главе книги Откровения. Перейдите со мной к Даниила, 7 глава. Даниила, 7 глава. Библия говорит нам, и в Откровении, 13 глава, что папство – это зверь, состоящий из различных фрагментов. Тело у него, как у барса, ноги, как у медведя. Пасть, как у льва. И он получил силу, престол и великую власть от дракона. Сейчас запишите это. В Даниила, 7 глава, стих 2, здесь представлены воины и захваты территорий. Стих 3 говорит, и четыре большие зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Вопрос, что представляют эти звери в стихе 17 и в стихе 23? Это великие звери представляют различные народы. И посмотрите со мной четвертый стих из Даниила, 7 глава. Первый из четырех творений, которые были явлены Даниилу. Библия говорит нам в стихе 4, это первый зверь, он был похож на льва. И имел крылья, как у орла. Сейчас запишите это. Какая нация была подобна льву в библейских пророчествах? Какая нация была уподоблена льву? Библия говорит нам в Даниила, 2 глава и в книге пророка Иеремии, 15 глава, что лев представляет собой Вавилон. Сейчас вы можете вернуться к книге Даниила, 2 глава. Оставьте закладку на Даниила, 7 глава. И перейдите со мной в книгу Иеремии, 15 глава. Иеремия указывает на нацию Вавилон. И это Вавилон правил миром. Даниила, 2 глава, начинает это пророчество. И Даниила, 7 глава, это повторение. Даниила, 2 глава, но в 7 главе Даниил рассказывает или раскрывает эти принципы более подробно и детализирует их. Это означает, что мы должны объединить Даниилу 2 главу и Даниила 7 главу. Лев представляет Вавилон. Иеремия, оставьте закладку на Даниила, 7 глава. Если хотите, можете пока закрыть откровение 13 глава и поставьте закладку и перейдите со мной к книге Иеремии, глава 50. Иеремия, 50 глава. Библия говорит нам в стихе номер 43. Здесь говорится нам о царе Вавилонском. Начало в 43 стихе, а 44 стих говорит следующее. «Вот восходит он, как лев». И стих 45 говорит другое название Вавилона. Это Халдея. Запишите ниже Иеремия, 50 глава, стих 43 до 45 стиха. Так же запишите Хавакум, 1 глава, стих 6 и до 8 стиха. 6 и до 8 стиха. Итак, лев это символ Вавилона. Управлял ли Вавилон миром? Да, конечно. Какая нация победила Вавилон и потом управляла миром? Она представлена в этом пророчестве медведем. Вернемся к книге Данила, 7 глава, в стихе номер 5. Данил, 7 глава и стих 5. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. Итак, какая нация была после Вавилона? После Вавилона была Медоперсия. Медоперсия, вот кого означает медведь. Перейдем вместе к Даниила, 5 глава. Поставьте закладку Даниила, 7 глава. Даниил, 5 глава объясняет. Медоперсия победила льва, заменила Вавилон. 5 глава книги Даниила, стих 24, стих 25, стих 26. Посмотрите здесь сейчас, стих номер 27. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Стих 28. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. И стих 31 говорит, и Дарий Медианин принял царство. Итак, медведь указывает на какую нацию? Это двойная нация, это Медоперсия. А сейчас, какая нация сменила Медоперсию и управляла этим миром? Друзья, Библия и история подтверждают, что это Греция. И Греция представлена в пророчестве Барсом. Даниила, 7 глава. Книга Даниила, глава 7. Библия говорит нам в книге Даниила, 7 глава, стих 6. Затем видел я вот еще зверь, как Барс, на спине у него четыре птичьих крыла. И четыре головы было у зверя сего. Обратите внимание. И власть дана была ему. Этот зверь, подобный Барсу, этот Барс покорил мир. И этот Барс, это Греция. Посмотрите со мной, оставьте закладку на 7 главе и перейдите со мной на Даниила, 8 глава. Даниила, 8 глава и стих 5 до 7 стиха. Стих 5 и стих 7. Мы находим здесь второе животное. Первый овен с двумя рогами. Второй это козел с одним рогом. И Библия говорит нам, стих 5 до 7 стиха. Козел атаковал овна с двумя рогами. Козел атаковал овна с двумя рогами. Так что козел победил овна с двумя рогами. И стих 12. В Даниила 8 глава Библия говорит нам, что козел символизирует Грецию. И овен с двумя рогами это другой символ Мидо Персии. И стих 20. Библия говорит в 20 стихе. Овен, которого видел Даниил, имел два рога. Это цари Мидии и Персии. Стих 21. А козел косматы царь Греции. А большой рог, который между глазами его, это первый его царь. И это царь Александр. Отметьте, это Александр Великий или Македонский. Итак, какая нация победила Мидо Персию? Медведя. Это барс, который и есть символ Греции. Сейчас вернитесь со мной к Даниила 7 глава. Стих 7 говорит следующее. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный. И кто этот страшный и ужасный зверь? Страшный и ужасный зверь это Римская империя. Эта Римская империя символически представлена страшным и ужасным зверем. Какой народ победил Грецию? Грецию, символом которой является барс. Какая нация победила Грецию? Это Римская империя. Посмотрим сейчас Евангелие от Иоанна 19 глава. Оставьте закладку на Даниила 7 глава, и посмотрим вместе от Иоанна 19 глава. В Иоанна 19 глава мы находим, какая же нация от Вавилона и Домида Персии и Греции, все эти нации начали управлять миром в период до Рождества Христова, вплоть до времени первого пришествия Христа. В тот момент, когда пришел Иисус, было три народа, которые правили миром. Три народа это, первая Иудея, то есть Иерусалим, вторая Греция и третья это Римская империя. Когда Иисус был распят на Его кресте, было написано на трех основных языках того времени. Посмотрите со мной. Евангелие от Иоанна 19 глава и стих номер 19. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Кто говорил на еврейском языке? Кто говорил на греческом? Греки. Кто говорил на латыни? Римская империя. В этот период было три правителя. Это не были евреи, это не были греки, это была Римская империя, потому что Рим в то время завоевал Грецию. Евангелие от Луки, вторая глава. Евангелие от Луки, вторая глава, стих номер первый. Библия повествует нам в стихе первом, что в те дни вышло от Кесаря Августа повеление. Кесарь Август, это правитель Рима, Кесарь Август повелел сделать перепись во всем мире. Если он делал перепись во всем мире, то какую должность он занимал на то время? Кесарь Римской империи. Кесарь Август сделал перепись во всем мире. Рим завоевал Грецию. Давайте вернемся назад, закроем седьмую главу Даниила. Посмотрим вместе сейчас тринадцатую главу книги Откровения. Давайте посмотрим, какие народы представлены символически в этом животном. Тринадцатая глава книги Откровения, стих номер один. Библия повествует нам и представляет перед нами зверя с именами богохульными. Как мы видели, что это было папство. Запишите сейчас основные характеристики папства. В стихе номер два. Библия говорит, зверь, которого ты видел, то есть папство, было подобно барсу. Запишите сейчас, что это Греция. Ноги его как у медведя. Запишите, Медоперсия. Библия говорит, и пасть у него, как пасть у льва. Это Вавилон. И Библия также говорит, и дракон. Кто это дракон? Друзья, дракон здесь представляет Римскую империю. в языческий Рим. Рим дал папству силу, престол и великую власть. Библия также говорит нам, когда папство управляло миром. Послушайте внимательно. Когда папство управляло миром? Между 538 годом по Рождеству Христову и до 1798 года. Здесь Библия говорит нам, что папство представляет собой все признаки четырех предыдущих царств. Другими словами, признаки Вавилона мы можем также видеть у папства. Между 538 годом и 1798 годом Библия много повествует о Вавилонском царе, о царе Науходоносоре. Но одно мы должны сейчас понять то, что написано в книге Даниила 3 глава. Запишите возле слов Вавилон Даниила 3 глава. В Данииле 3 глава так говорит Библия. Как действовал царь Науходоносор в Вавилоне? Что он сделал на поле Деир? Библия повествует нам, что царь Науходоносор сделал золотой истукан. И объявил на весь мир, что всякий, кто увидит этот истукан, должен поклониться ему под страхом смерти. Библия пророчески предсказывает, что между 538 годом и 1798 годом папство будет поступать так же, как это делал Вавилон. История подтверждает, что папство действовало так же, как буквальный Вавилон. Папство заставляло народ поклоняться ложным богам. Оно сжигало людей, подобно буквальному Вавилону. Как однажды Науходоносор бросил в огненную печь трех юношей. Но Библия повествует нам, что смертельная рана будет исцелена. Давайте запишем, смертельная рана, запишите это, смертельная рана исцелеет. Вы видите, что Библия говорит нам, смертельная рана исцелеет. Папство будет снова править миром. Символически папство превратится в буквальный Вавилон. И будет поступать так же, как оно поступало между 538 годом и 1798 годом. Папство будет опять так же действовать. Я скажу вам кое-что, друзья. Это не случайно, что прямо сейчас в новостях мы слышим о заложниках и тайно захваченных людях, организации Оазис, возобновившей преследования и безжалостно убивающей людей. Кто-то их называет террористами. Это не случайно. Эти события будут повторяться в большом количестве в последние дни. Когда папство назовет некоторые группы людей еретиками, какие преследования ожидают их в этом противостоянии? Друзья, смертельная рана будет исцелена. Не только лев, но так же и Медоперсия здесь представлена. Библия так же много говорит о Медоперсии. Но отметьте сбоку на полях, ноги у медведяка это Медоперсия. Даниила 6 глава. Давайте посмотрим. Оставьте закладку на книге Откровения 13 глава. И посмотрите сейчас со мной Даниила 6 глава. Итак, это не случайно, что Америка готова отражать основные черты папства, которые согласуются с Библией и историей, которые проявились у папства в период с 538 по 1798 годы. Мы будем еще говорить об этом в следующих уроках. Итак, Даниила 6 глава. Библия говорит нам в стихе номер 8. Что есть особенно замечательное в этих признаках Медоперсии? Что было может быть утеряно, но что невозможно изменить? В Даниила 6 глава контекст говорит нам об этом. Послушайте внимательно. Констекст говорит нам, что был издан закон в Медоперсии, что никто не может поклоняться Богу Творцу. Это особенно коснулось Даниила. Заметьте это, что был издан закон, повелевающий поклоняться царю как Богу. Это имело место в царстве, которое представлено символически медведем в Медоперсии. И куда был брошен Даниил. Он был брошен в львийный ров. Друзья, у нас есть историческая наука, которая говорит, что папство в период между 538 годом и 1798 годом, тех, которых она называла еретиками и беззаконниками, бросало таковых на арены на растерзание диким зверям, и католицизм он называл это развлечением и особенным видом спорта. Это имело место. Запишите, эта смертельная рана будет исцелена. Когда папство опять примет господство. Какой вид зверства, какой вид преследования придет на народ Божий в эти последние дни? Возле Даниила, 6 глава рядом с Медоперсией, вы можете записать еще одно место из Библии. Это книга Исфир, 3 глава. Со 2 стиха начинается история о Исфире и о Мордехее, которые попали в кризис как раз в царстве под названием Медоперсия, которая представлена символически медведем. И каково было желание Амана? Он хотел, чтобы Мордехей пал перед ним, и проявил тем самым почтение, чтобы он пал и поклонился, чтобы пал в благоговении. И так как Мордехей этого не хотел делал, он не сделал этого, не пал. Что случилось, друзья? Декрет о смерти был издан против Мордехея. Его ложно обвинили и хотели уничтожить не только Мордехея, но и весь Божий народ. Поступало ли папство так же между 538 и 1798 годом? С теми, кто отказывался подчиняться ему? Да, поступало. Смертельная рана будет исцелена. Какое следующее животное? Лев. Зверь, подобный медведю. Персия? Какой следующий зверь? Следующее царство, которое правило миром, это Греция. Давайте оставим Грецию напоследок. Давайте посмотрим на историю Римской империи на драконов. Вопрос. Друзья, кто это? Тот, который нанес смертельную рану самому Христу. Это был Пилат. А кем был Пилат? Он был римским наместником. Рим был так организован. Рим, Римская империя, власть дракона была так организована, чтобы распять, послушайте друзья, чтобы распять Христа, чтобы преследовать апостолов Христа. Это Римская империя убивала, мучила последователей Иисуса. Рим, Римская империя, это власть дракона. Поступало ли папство подобным же образом с 538 года до 1798 года? Да. И когда смертельная рана будет исцелена, папство опять будет мучить и убивать некоторых из народа Божьего. Преследовать весь народ Божий. Это произойдет в эти последние дни. Книга «Великая борьба» страница 438. Давайте докажем то, что власть дракона символизирует Римскую империю. Страница 438. Здесь говорится, послушайте о чем здесь написано. Дракон называется и сатаной. Откровение 12 глава стих 9. Это он склонял Ирода убить спасителя. Но главным орудием сатаны в войне против Христа и его народа в течение первых столетий христианской эры была Римская империя, в которой язычество являлось преобладающей религией. Таким образом, хотя прежде всего дракон олицетворяет собой сатану, но с другой стороны он является и символом языческого Рима. Символ языческого Рима. Сейчас мы уже знаем о льве, о медведе, о драконе, но что здесь говорится о Барсе? Что особенно замечательного, знаменательного есть в символе Барса. Только один текст мы откроем сейчас в книге Откровения 13 глава. Давайте продолжим. Для этого вернемся назад к 13 главе книги Откровения. Посмотрим стих номер два. Что является собой большая часть, составная часть папства? Это не ноги. Если вы посмотрите на любое животное, ноги это не самая большая часть животного. И это не пасть. И это не дракон, который дал власть, друзья мои. Самая большая часть животного – это его тело. И Библия говорит нам, что папство телом похоже на Барса. И первое значение, что здесь нужно заметить о Барсе, Библия говорит о чем-то, о ком-то, который не изменяется. Барс имеет пятна, а пятна символизируют грех. Послушайте меня еще раз. Барс в Писании представляет что-то, кого-то, кто не изменен, как Барс. Давайте посмотрим книгу пророка Иеремии 13 глава. Барс обычно покрыт пятнами, а Библия сравнивает пятна с грехом. Папство не изменяется. Папство имеет пятна, подобно Барсу, и оно находится во грехе. Итак, Иеремия 13 глава. Книга Иеремии 13 глава. Библия говорит нам в этой книге, в 13 главе, стих номер 23, Библия говорит нам, может ли Ефиоплянин измениться? На этих словах мы сейчас должны сфокусировать внимание. Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою? Барс, пятна свои. Барс не может измениться. У Барса есть пятна. Пятна символизируют грех. Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнуть делать злое? Вернемся сейчас к 13 главе Откровения. Можете ли вы делать доброе, привыкши делать злое? Барсу это невозможно сделать. Период между 538 годом и 1798 годом прошло 1260 лет. Вопиющих злодеяний, кровопролитие и отступление, удовлетворение греховных страстей. Как долго? Папство никогда не изменится. Даже если папство говорит, что мы хотим измениться, весь этот фасад, все эти слова и действия, папа Франциск и предыдущий папа, все что они совершают в мире, но Библия говорит нам, что этот зверь с телом Барса, а Барс никогда не изменяется. Пятна это символ греха. Откровение 13 глава. Сейчас, друзья, я хочу объяснить, почему я говорю прямо против папства последнего времени, потому что это первое действующее лицо силы антихриста, силы дракона. Я говорю сейчас о власти дракона, не во вторичном смысле, то есть не о Римской империи, но о власти дракона в первичном смысле этого понятия. Я говорю о сатане. Да, именно так. Откровение 13 глава. Мы должны посмотреть, что папство делает и что говорит об этом Писание. Библия говорит нам в стихе номер два. «Зверь, которого я видел, был подобен кому? Барсу». Сейчас вопрос. Барс символизирует какую нацию? Он символизирует Грецию. Греческая империя. Друзья, послушайте меня очень внимательно, потому что Греция стояла у истоков мирового образования, в преддверии служения Иоанна Крестителя и служения Иисуса Христа. Послушайте меня внимательно. По причине того, что лидеры в Иерусалиме, те кто стояли во главе иудейской нации, священники, старейшины и простой народ, путешествовали и посещали школы, где они принимали философию и ложную систему образования, которая пришла из Греции, из греческого народа. Также, по причине того, что народ Божий и Его руководители путешествовали в Александрию, приходили в Афины и общались с учениками Платона и с учениками Аристотеля, я скажу вам еще кое-что. Они были настолько смущены от этой теологии, что когда Иоанн Креститель начал свое служение, они отвергли его учение. Когда Иисус начал свое земное служение, они распяли Христа. Ложное образование. Барс – это символ Греции. И ложного образования. Я еще скажу вам что-то, друзья. Когда вы посмотрите Библию, книгу пророка Малахии, пророк Малахии, согласно порядка Писания, книга пророка Малахии, это книга, которая завершает Ветхий Завет. И первая книга, которая предваряет Новый Завет. Таких книг, как Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Этих четырех книг, в которых было представлено служение Иоанна Крестителя, который направлял всех к Иисусу Христу. История подтверждает, что именно между пророком Малахией и перед началом служения Иоанна Крестителя, Бог Небесный не мог найти ни одной личности, на которую можно было бы пролить Святой Дух, чтобы этот человек стал предвестником первого пришествия Христа. Почему? Потому что большинство служителей были заражены пятнами этого Барса, были загрязнены ложной системой образования, которая буквально начиная с Египта, перешла в Вавилон и Медоперсию, но Греция была подобна аккумулятору. Греция была подобна батарее, которая зарядилась всей этой системой ложного образования. И даже сегодня большинство современных книг и учебников их мышления, их рассуждения, их теология изложена согласно тех же самых пятен Барса. Все представлено согласно греческой философии. Пожалуйста, откройте эту книгу, она написана одним из пионеров адвентистского движения Стефаном Хаскелом. Стефан Хаскел был не только пионером, но и церковным историком. У него есть несколько книг, и это одна из его книг. Она называется «История пророка Даниила». На странице 184 книги «История пророка Даниила», страница 184. Сейчас, друзья, прочитаю одну выдержку из истории. И послушайте внимательно, что происходило в период времени после пророка Малахии и до служения Иоанна Крестителя и первого пришествия Христа. Здесь говорится, послушаем. Здесь, в греческой религии, греческом обучении существовала самая утонченная форма этого смешения правды и заблуждения, которые сатана предлагал еще возле дерева познания добра и зла, и которое существовало от дней Эдема и до времени Греции. Послушайте. Вавилон поработил тела народа Божьего. Медоперсия издавала законы, чтобы убивать их. Но Греция, о, друзья мои, но Греция захватила их умы и поработила их ее идеями. Страница 185. «Может ли Барс сменить свои пятна, не более чем Греция, дать истину без порции лжи, не более чем истина и заблуждения могут быть отделены в системе образования, основанной на мудрости греков, ее философии, ее мифов и ее характере преподавания?» Даже в книге «До деяния апостолов», когда апостол Павел проповедовал грекам, кому они поклонялись в то время? Они поклонялись природе. Природе. Греческая философия – это поклонение природе. Это пантеизм. Это спиритизм. И сейчас вопрос к вам. Подумайте, какое мега движение стирает вокруг себя различные христианские деноминации и другие религии? Вы согласитесь со мной, что это развивающееся новое церковное движение? О, друзья, основанием этого развивающееся церковного движения является поклонение природе. Все обряды в индуизме – это поклонение природе. Задумайтесь над такими понятиями, как созерцательная молитва и духовное формирование, в которых призывают смотреть на природу как на Бога, не фокусируясь при этом на Слове Божьем. Это все те же самые пятна Барса. И вот еще, послушайте, друзья, когда мы видим пасторов, предлагающих книги в нашей церкви, в вашей школе, это могут быть учителя и даже профессора, но изучая эти книги, вы будете читать греческую мифологию, вы будете читать и соприкасаться с этими пятнами Барса. Эти пятна символизируют грех. Все эти учения стали причиной того, что большинство иудеев отвергли Иоанна Крестителя, обезглавив его, а также и распяли Христа. Что эти учения производят среди народа Божьего нашего времени? Я скажу вам, эти учения приводят к тому, что народ Божий нашего времени отвергает принципы трехангельской вести, преследуя при этом Божьих людей. Если мы будем тратить время на чтение книг, которые есть в классах под названием «Английская литература» это все пришло с Греции, с античной Греции. Эти пятна Барса пришли потом из Египта, пришли в Вавилон и Персию и дальше через Грецию перешли в Римскую империю и были восприняты папством. Эти так называемые учения греческой мифологии, греческих учений, этим всем был пропитан народ Франции, который был приведен к французской революции. Я хочу остановиться здесь на этой точке. Они были приведены в век разума, которые они могли бы быть свободными от слова Божьего. Послушайте одно высказывание, друзья, на странице 189 этой же книги. Как может показаться стороннему наблюдателю, что Греция не была в реальности правящей власти, в том же смысле как Вавилон и Медоперсия были универсальными монархиями? Давайте посмотрим. Во-первых, отметим, что Греция была больше интеллектуальным проявителем, чем властью, которая приводила тела людей в рабство. Если мы, возможно, олицетворяем греческий интеллект абстрактным мы можем сказать, что Александр Великий был инструментом в его руке для построения царства, где он мог бы править. И он хорошо сделал эту работу. В то время как сам он пал, но греческий язык, изучение и обычаи были введены во всех странах, где был только открываем для этого путь. Греческая религия со своими тайнами, которые принимались в Сирии и Малой Азии. Греческие игры, послушайте меня, друзья. Греческие игры праздновались в восточных провинциях, но греческое образование заняло место во главе даже греческой религии. Греческие учителя и ученые послужили целям завоевателей. Греческий язык был языком наиболее часто используемым. И греческие книги были востребованы. Город Александрия в Египте был основан Александром, и он стал центром греческого обучения. Знали ли вы об этом? Давайте прочитаем дальше. Египетское идолопоклонство и греческая философия сели на одном троне рядом друг с другом. Как говорится в британской энциклопедии, цитата, в Египте греческая аристократия официально была рождена и интеллектуально существовала бок о бок вместе с местными традициями. Давайте читать дальше. В дни Птоломея Сотера, многие евреи устремились в Египет и те, кто остался в Иерусалиме и Палестине, впитали многие греческие идеи. Было заявлено, что история Греции заполняет время между пророчествами Малахии и Иоанна Крестителя. Теперь мы все можем понять причину, почему Израиль был так долго без звука голоса пророка. Между пророком Малахией, книгой пророка Малахии и Иоанном Крестителем, Христос не мог найти пророка для Израиля. Почему? Потому что лидеры народа израильского и сам народ были настолько пропитаны этими пятнами Барса, учениями философией, теологией и мифологией греческой нации, что Христос не мог найти пророка, чтобы использовать его как своего предвестника. Это ответ на вопрос номер один, почему, когда ангел сошел на землю во время рождения Христа, посмотрите на священникам в иудейском храме, которые были помазаны, их спаситель уже родился, и ангел не мог найти ни одного человека. Когда ангел вошел в школы раввинов, о, друзья, послушайте, это были семинарии наших дней, и ангел не мог найти ни одного профессора, ни одного доктора с богословским образованием, ни одного учителя богословия, ни одного. И кого ангел нашел, когда он уже собирался вернуться на небо? Библия говорит нам, он нашел одиноких пастухов, бодрствующих возле своих стад всю ночь. Номер два. Как результат, Иоанн Креститель начал озвучивать свою весть, предостерегающую весть, Божью весть. Дух пророчества говорит, голос Иоанна Крестителя был похож на трубный звук, и подобно землетрясению сотрясь весь Иерусалим и Иудею. Почему? Потому что между пророком Малахией и днями Иоанна Крестителя был период около 50-100 лет. Христос не мог найти ни одного пророка. Почему? Потому что все было пропитано этими пятнами Барса, учениями греческой нации. Послушайте, друзья, вы также помните, что папство совершило аналогичную работу в период между 538 и 1798 годом. И это все повторится в будущем, в то самое время, когда у папства заживет смертельная рана. На странице 199 говорится, послушайте внимательно. Друзья, мы читаем эти слова не только потому, что я люблю читать. Послушайте внимательно. Раввины Иерусалима смешали принципы греческой философии так тщательно с уставом Иеговы, которым было велено учить детей, что от смерти Малахии до рождения Иоанна Крестителя не было семьи в Иудее, которой можно было бы доверить обучение пророка. Просто подумайте об этом, читайте это медленно, перечитывайте эти цитаты, сейчас вопрос. Какова причина того, что история повторится? И Библия говорит нам, что история повторится. Если, друзья, мы идем в школу этого мира, этого государства, и они принимают нас и просвещают нас, и мы получаем их книги, их ложное образование и их систему в наши школы, принадлежащие деноминации адвентистов седьмого дня. Что утверждают эти книги? Номер один. Учение этого мира. Если мы будем надеяться на эти книги, то они оттолкнут нас назад к событиям, проходившим во Франции, они отодвинут нас назад к получению этих пятен барса, они подтолкнут нас назад к Греции. В этом причина, почему многие из наших так называемых постмодернистов, молодых людей, даже взрослых, которые совершенно не принимают истины для нас в настоящего времени, потому что они пропитаны этими пятнами барса. Подобно тому и Христос не мог найти ни одной семьи в Иудеи и доверить им обучение Иоанна Крестителя. О, друзья мои, если это произошло в первое пришествие Христа, то что будет перед вторым Его пришествием? Друзья, я вышел из этих школ. Я сидел и читал эту английскую литературу. Я видел и я молился. Я молился Богу дать мне возможность покинуть этот класс. Было обучение мифологии, учение Платона и так далее, и так далее. Греческой мифологии. Бог освободил меня. Послушайте, как здесь говорится. Греческие игры проводились в Иерусалиме. Еврейская молодежь, одетая только в шарф и широкополую шляпу в подражание Богу Гермесу, боролась подобно афинским атлетам. По утверждению доктора Мирса, даже священники, когда давал сигнал для спорта, оставляли свою работу в храме, чтобы посмотреть игры. Вот какова причина сегодня, почему современные церковные служители говорят так много о спорте. Их понимание в спорте, в вопросах гольфа, баскетбола и тенниса и так далее, намного больше, чем в Евангелии Иисуса Христа. Послушайте, друзья, откуда это все пришло? Это пришло вот от этих пятен Барса. Это все пришло к нам из Греции. И мы имеем сейчас группу людей, которые исповедуют христианство, и их внимание сконцентрировано на развлечениях и на конкурентных спортивных соревнованиях, но не на Евангелии Иисуса Христа. Страница 183, здесь говорится, послушайте еще одно высказывание, друзья. Это было священной обязанностью народа явить волю Богов, и поэтому священные праздники народа Иегова были заменены национальными играми греков. Вместо праздника Пасхи, праздника кущей, были установлены совместные забеги, которые, как понималось, способствовали единству и любви к Богу. Поэтому на греческие игры собирались люди вместе, и это способствовало единению языка, религии и законов. Вы видите это? Божьи люди встречались для духовного поклонения, греки для физического и интеллектуального наслаждения. Итак, современный спорт и развлечения, каковы их цели, друзья? Что бы установить один язык, объединить народ вокруг Бога народа Греции, объединить народ под управлением сатаны и получить эти пятна барса. Послушаем дальше, друзья. Послушаем. «Все еврейское учение было эллинизировано, и когда Иоанн Креститель родился, его мать и отец им было повелено оставить Иерусалим и воспитывать ребенка в пустыне, вдали от влияния школ и общества евреев. Христос Сам никогда не посещал школы Своего времени, из-за того, что там смешивалась истина Божья с греческой языческой философией. Греки преподавали возвышенный характер, как и современные церкви, но Сын Божий не слышал голос Отца в учении этих школ. Поэтому Он принимал истину в лесах, где Он был один или вместе со Своей Матерью. Тогда природа становилась великим наглядным уроком Творца и была открыта для увеличения понимания. Остальная еврейская молодежь сидела у нохравинов, принимая духовные учения греков, и они-то и распяли впоследствия Господа жизни. Послушайте эти слова, может вы услышите что-то более этого. Друзья, я хочу прочитать это, здесь говорится, знаете что, друзья, это страница 198, давайте вернемся лучше вместе со мной в книге Откровения 13 глава. Итак, все эти учения пришли из Египта, увеличивались и набирали силу в Греции, эти учения являются ложной системой образования, которую использовало папство на протяжении с 538-го до 798-го годов, чтобы держать людей в духовном, следите за тем, что я говорю, и умственном плену. Еще Библия говорит нам, что у папства ноги, как у медведя, пасть, как у льва, но Библия говорит нам, что тело, это большая часть, подобно барсу. Это значит, что пятна барса, это значит политика и принципы учения, как у Греции. И в период между 538-м годом и 1798-м годом, папство использовало ложное обучение на основании греческой мифологии, греческой теологии, добиваясь полного уничтожения народа Божьего, с помощью идолослужения и эллинизма. Вот почему Мартин Лютер, протестантский реформатор, сделал следующее заявление. Мы читаем, «Великая борьба», страница 140. Послушайте, что он сказал. «Это период времени между 538-м и 1798-м годами. Лютер сказал о университетах. Цитата. Я сильно страшусь того, что университеты будут признаны великими воротами, ведущими в ад. Если они не заботятся о том, чтобы прилежно изучать и объяснять Священное Писание и запечатлевать их в сердцах молодежи, я не советую никому помещать своего ребенка, где Священное Писание не рассматривается как норма жизни. Всякое учреждение, где Слово Божье усердно не изучается, будет разлагаться. Почему Лютер так сказал? Иоанн Креститель не посещал школу Его времени. Почему? Иисус также не посещал школу Его времени. Почему так? Петр, Иаков и Иоанн не посещал школу своего времени. Почему? Потому что школы того времени были загрязнены пятнами Барса, учениями и мифами Греции. По этой причине они отвергли Яна Крестителя, обезглавив Его и отправили Христа на крест. Давайте посмотрим первый комментарий первой главы со мной. Сегодня очень серьезная тема, друзья. Библия говорит нам, что смертельная рана папства исцелеет. И я вам скажу что-то. Греция для папства, я хотел продолжить, но как раз сейчас увидел здесь еще кое-что. Греция это оружие папства в вопросе образования. Образование, что нужно добавить здесь? Ложного образования. И послушайте, Библия говорит нам, что это основная нация, которая будет формировать образ папства. Его образ. Это причина того, что некоторые из вас, кто понимает историю адвентизма, нам сказано в шестом томе связи с церкви, шестой том, после 1844 года Бог сказал сестре Уайт передать членам церкви, что мы должны открывать школы, школы, школы пророков, и следовать Божьему плану в образовании, и не следовать принципам этого мира. Друзья, я хочу рассказать о истории, когда Александр Македонский пошел маршем против Иерусалима, и когда он вошел в Иерусалим, Александр был уже готов разрушить Иерусалим, точно так же, как он разрушил и другие страны. История говорит, что Александр Великий, молодой человек на то время, в возрасте 31 года, когда он вошел в Иерусалим, священники встретились с ним. И Александр пал Ниццы, поклонился Богу иудеев. И тогда он ушел, но по причине, что он был научен всей греческой мифологии, он впоследствии вернулся к богам своих отцов и умер в возрасте 31 года, еще будучи молодым. Что мы можем увидеть здесь, друзья? После 1844 года, когда Бог создал эту деноминацию, весь мир мог прийти подобно Александру и учиться у ног этой деноминации. Наша система образования стояла намного выше мировой системы. Наша система по лечению заболеваний была намного выше мировой системы. Как бы говоря, вы не приходите к нам, но приходите к тому, кто дал нам эту аккредитацию, кто дал нам эту систему. И вместо того, чтобы этот мир пришел к нам, чтобы мы были главой, мы пали перед ними и избрали их своими руководителями. Первое послание к Коринфянам, первая глава и стих номер 21. Друзья, мы должны это понять. Пятна этого барса с точки зрения образования, это ложное образование, пришедшее из Греции. Мы уже говорили, что о дне Иоанна Крестителя и до дне Иисуса Христа и до дней апостола Павла, это ложная система образования, люди, пришедшие из Греции, эти пятна барса пропитались в обществе, в котором сам Павел жил. Поэтому люди и отвергли Христа, отвергли апостолов и отвергли истину, данную для их времени. Первое послание к Коринфянам, первая глава, также говорит об этом. Стих 21. Библия говорит, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей…» Я иногда слышу, пастор, что мы должны делать? Как мы можем открыть настоящие школы пророков? Я вернусь к этому стиху. Стих 21. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Мир своей мудростью не познал Бога. Какова причина, что люди во времена апостола Павла не познали Бога? Не познали Божью истину. Здесь говорится, потому что это была мудрость мира сего. То есть мудрость, которой сопротивлялись Иоанн Крестителю, сопротивлялись Христу и апостолу Павлу. Это была мудрость, символически представленная пятнами Барса. Ложная мудрость, ложное учение, пришедшее из Греции. Стих 22. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины», то есть греки, послушайте, «и ищут мудрости». Греки искали чего? Мудрости. Это языческая мудрость. И стих 23. «Библия говорит нам, какова была весть, которую проповедовал апостол Павел, с риском поставить себя в противоречие с этими пятнами Барса». Какова весть, которую апостол Павел проповедовал? Которая освобождала от влияния и загрязнения от языческих учений Греции. Что это была за весть? В стихе 23 он проповедовал Христа и распятого. Только эта весть может вывести людей из Вавилона. Изучение Вавилона. Учение папства. Итак, тело было как у Барса, то есть ложные учения Греции. Какая весть может только вызвать их из Вавилона, освободить их от папства? И будем помнить, что папство – это мать всем блудницам. Это евангельская весть о Христе и при том распятом. Стих 23 подтверждает это. Библия говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для эллинов, то есть греков – безумие. Павел так написал. Что здесь подразумевается под иудейской нацией и под греками? Кто сегодня называется духовными иудеями? Кто это? Заметьте, те, кто приняли Христа, больше не являются иудеями или греками, но они духовный Божий народ. Но сегодня Божий духовный народ, духовные иудеи спотыкаются об эту весть. Весть о распятом Христе. Почему они спотыкаются? Почему они спотыкаются, друзья мои? Почему? Потому что они находятся под влиянием загрязнения этих пятен барса. Они загрязнены этими учениями, пришедшими из Древней Греции. Век разума. Оставьте закладку на 1-м послании к Коринфянам, 1-я глава. Давайте еще раз прочитаем это место вместе со мной. 1-е послание к Коринфянам, 1-я глава. Библия говорит нам. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Сейчас вопрос, друзья. Почему есть члены церкви, которые не желают слушать Божью истину для последнего времени? Причина, почему это происходит, почему они не хотят слушать настоящую истину? Принципы Божьей трехангельской вести, потому что они уже загрязнены этими пятнами барса. Если бы они принадлежали к католической церкви или к баптистской церкви, если бы они не имели бы возможность услышать Божью истину для настоящего времени, не наслаждались бы изучением Библии, не присутствовали бы на богослужениях, не гордились бы собственной преданностью, но это все еще раз доказывает, что они были загрязнены этими пятнами барса. Они были запачканы ложными учениями греческого народа. Они споткнулись, как и написано в Слове Божьем, в истине для последнего времени. Безумство, потому что они хотят оставаться жить во грехе. Вот почему они споткнулись. Первая Петра, глава вторая подтверждает это. Первое послание Петра, вторая глава стих седьмой говорит, «Ибо Он для вас верующих» Иисус, это драгоценность, а для тех, которые не покоряются истине, для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряя Слову, на что они и оставлены. И так, почему эта весть о Христе распятым являлась камнем приткновения для иудеев? Потому что они не покорялись, потому что они жили вместе с греховными желаниями плоти, похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Это время проверить самих себя. Это весть, которую проповедовал Павел. Пятна барса – ложные учения греческой нации, которые преобладали в его дни. Павел понимал, что мир в своей мудрости не познал Бога. Мир с греческой мудростью отвергнет Бога и, как результат, Библия говорит, Павел проповедовал Христа и при том распятого. Причина, почему народ Божий того времени, несмотря на то, что они слышали истину, но тем не менее споткнулись. Почему? Потому что они любили грех. Может, это и у вас так же происходит? Павел Бог сказал о греках, что весть о Христе распятом была безумием для них точно так же и сегодня. Почему это происходит с большинством наших детей? Почему это происходит пятна необращенности? Почему так происходит, что друзья и члены твоей семьи отвергают принципы Божьей трехангельской вести? Призывы Божьего Слова. Почему это безумство? Причина в том, что они были загрязнены пятнами этого барса, учениями Греции. Они пили вино из чаши Вавилона. Первое послание Коринфянам, вторая глава. Первая Коринфянам, вторая глава и стих номер сорок. Библия говорит, но душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Итак, что делали греки времен Павла, когда слышали истину для того времени о Христе распятом? Почему они называли это безумием? Первое послание к Коринфянам, вторая глава, стих сороковой отвечает на этот вопрос. Потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Они все воспринимали своим плотским разумом. Друзья, они не хотели преодолеть свою природу греха. Оставьте закладку на первом послании к Коринфянам, первая глава. Посмотрим вместе второе. Коринфянам, четвертая глава. Так второе послание к Коринфянам, четвертая глава. «Мир своей мудростью не познал Бога». Павел проповедовал Христа и притом распятого. Для иудеев это был камень преткновения. Они отвергли эту проповедь. Они не любили повиноваться. Так же и в наше время. Для греков это было безумием. Так точно происходит и в наши дни. Некоторые люди, которые слышат эту весть, они называют ее безумием, сумасшествием. Это знамение, друзья мои. Они были запачканы этими пятнами барса. Учениями ложной системы образования, пришедшей из Греции. И которая переместилась потом во Францию и потом проникла в современное американское общество. Но Христос не придет за церковью, которая в пятнах. Нет, друзья мои. Эфесянам пятая глава. Послушайте, 5 глава стих 27. Библия говорит, что Христос вернется за церковью, которая без пятна или порока, или чего-либо подобного. Она должна быть святой, она должна быть без порока. Это должна быть церковь без пятен. Церковь, члены которые были загрязнены и продолжают пачкаться пятнами барса. Ложным обучением. Да будет это все удалено. Пятнами барса, ложными учениями Греции, которые начали распространяться не из Египта, но начали распространяться еще с Едемского сада. Что делал Люцифер? Сатана, когда сказал Еве. Он обещал ей, что она может свободно есть дерево познания добра и зла. Уже тогда эти пятна барса начали распространяться. Второе послание к Коринфянам, глава 4. Добро и зло. И друзья, если сегодня мы имеем обетование Божье, жить святой жизнью, следуя за Ним, а завтра опять возвращаемся ко греху, это показывает, что мы ели с дерева познания добра и зла. Это так, друзья. Пришло время для нас уже оставить это дерево. Это время для нас употреблять плоды святости. Второе послание к Коринфянам, глава 4. Стих 3. Библия говорит, если же и закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих. И так, почему люди сегодня называют Божью истину для этого времени безумием? Библия говорит, что благоествование для них закрыто, потому что они находятся в состоянии отступничества. Какова причина, по словам Павла, что они находятся в этом состоянии? Потому что Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И так, какова причина, почему благоествование закрыто? Почему большинство детей, твоих детей, большинство твоих знакомых, отвергает истину для этого времени, в эти последние дни? Потому, что благоествование скрыто от них по причине того, что они находятся в состоянии отступничества. По той причине, что Бог века сего ослепил их умы, они были загрязнены ложной системой образования, пришедшей еще из Едемского сада, прошедшей Египет, Вавилон, Персию, Грецию, и даже Францию, и папство, и пили вино из этой Вавилонской чаши. Послушайте одно высказывание, друзья. Великая борьба, страница 572. Давайте проверим, пили ли мы из Вавилонской чаши. Давайте проверим, были ли мы запачканы этими пятнами барса. Давайте проверим самих себя этими словами, продолжаем ли мы пачкаться, продолжаем ли мы следовать ложной системе обучения, пришедшей из Греции с пятнами этого барса. Итак, Великая борьба, помните, это все пришло от папства и раны, папство будет исцелено. Послушаем. Великая борьба, страница 572 говорит, папство хорошо приспособилось, чтобы ответить на запросы каждого. Оно отвечает на запросы двух категорий людей. Тех, номер один, тех, кто надеется спасись через свои личные заслуги, и тех, кто верит, что будет спасен в своих грехах. В этом и заключается весь секрет популярности папства. Это ложная религиозная система. Те, кто надеется спасись через свои добрые дела, друзья, мы уже полностью отдали наши дела, и о них не осталось записи в памятной книге Иоаннца. Так и есть, друзья. Те, кто верит, что будет спасен в своих грехах, как раз многие из нас верят в это. Многие верят, что если его имя записано в церковной книге, это спасет его. Это не спасет, друзья. Многие из нас верят, что из-за того, что они были крещены, или потому что они работают в этом офисе, или в том офисе, или потому что они являются медицинскими миссионерами, или распространителями книг, библейскими работниками, служителями или пасторами, верят, что наше исповедание, наше родословное, наше происхождение спасет нас, но это не спасет нас, друзья. Если ты думаешь, что твоя позиция или твое членство спасет тебя, только одна святость, без единого греха. Это показывает, что ты веришь прямо или косвенно, что ты будешь спасен в своих грехах. Это признак того, что ты запачкан этими пятнами барса, ложными учениями, пришедшими из Греции, ложными учениями, пришедшими от сатаны еще с Едемского сада. Что он тогда сказал? Ты можешь грешить, ты можешь не повиноваться Богу, и ты не умрешь. Давайте посмотрим книгу пророка Исаии, глава 53. Исаия, глава 53. Мир своей мудростью, друзья, сколько раз духовники говорили это? Мир своей мудростью. Давайте вернемся к папству. Ноги, как у медведя, пасть, как пасть у льва. Дракон дал ему силу, престол и великую власть. Но Библия говорит, что тело его похоже на тело барса. Пятна, как у барса. Ложная система образования и ложная система теологии Греции. Ложная религиозная система, которая папство дало миру в период между 538 и 1798 годами. Ложная система христианства. Это распространено и сегодня. И вот то послание, которое Павел проповедовал в его время, греки искали мудрость мира сего. А иудеи искали знамений. Но он проповедовал Христа и притом распятого. И вот какую весть мы должны сегодня принять. Какую весть мы должны провозглашать и проповедовать? Христос и притом распятый. В контексте трех ангельской вести. Это ясно, друзья мои? Почему он был распят? Почему он был распят? Послушайте, Христос был распят, потому что он хотел пойти по этой дороге. Христос был распят, потому что мы поощряли в себе эти греховные плотские желания и оставались в них. И подумайте о следующем. Учение о том, что нужно оставить греховное желание, не пришло из Едемского сада. Вы можете жить в непослушании Богу, отвергнуть Бога и быть спасенными. Это то учение, которое прошло из Египта, Вавилона, Медоперсии, Греции и папства, и перешло впоследствии во Францию. Век разума. Именно в этом была причина изготовления статуи свободы, которая «освещает» в кавычках этот мир. Какую свободу они искали? Не свободу во Христе, потому что истина сделает вас свободными. Свобода, которую истина приносит. О, друзья мои, но они желали освобождения от повиновения Божьему Слову. Это то учение, которое пришло из Греции. Почему они распяли? Исайя 53 глава и стих 5. Но Он изъявлен был за грехи наши, и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранови Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Что убило Христа? Причина не в гвоздях, которые были в Его руках. О нет, друзья! Но что убило Христа? Причина и не в той короне стерней на Его голове. Что же убило Христа, друзья? Библия говорит нам, и история подтверждает, истинная медицинская наука говорит об этом же. Христос умер от разрыва сердца. Наши беззакония были возложены на Него. Это убило Христа. Именно это убило Христа. Почему Он был распят? Так написано, что все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. По этой причине Павел проповедовал Христа распятого. Почему? Потому что Божий народ того времени и Божий народ нашего времени, совратился на свою дорогу. В этом причина, почему Соломон сказал в притчах 16 глава 5 стихе. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Почему Он был распят, друзья? Это было в прошлом. Можем ли мы распять Христа сегодня? Подумайте об этом. Можем ли мы распять Христа в наши дни? Как мы можем распять Его сегодня? Послание к евреям, 6 глава, стих 6 говорит, «Каждый грех, который мы делаем, этим мы снова распинаем Христа». Друзья мои, это означает, что если мы продолжаем грешить, умышленно грешить, если мы не получили победы над этими грехами, эти грехи останутся на нас. Я скажу вам кое-что, друзья, и покажу. Мы запачканы этими же самыми пятнами барса. И когда эта весть о Христе, притом распятом, была провозглашена, народ Божий того времени назвал эту весть глупостью. Так же и народ Божий нашего времени так же называет эту весть глупостью. И затем они сделали еще один шаг и убивали Божьих людей. И преследовали Божьих людей. И это не только мои слова. Послушайте меня внимательно. Когда Стефан проповедовал эту весть о Христе распятом в книге Деяния апостолов, 7 глава, Стефан сказал, «Вы жестоковыные люди». И кому он говорил это? Народу Божьему. Вы жестоковыные, с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Святому Духу. Как отцы ваши, так и вы. Вы убили святого. Когда Стефан проповедовал эту весть о Христе распятом? Как раз перед закрытием двери благодати для иудейской нации в 44-м году? И как отреагировали на эту весть лидеры народа Божьего и сам народ? На весть о Христе распятом. В контексте закрытия времени испытания. Закрытие времени испытания для иудеев. Библия говорит нам в книге Деяния апостолов, 7 глава. Лидеры Божьего народа и сам народ побили Стефана камнями до смерти. Почему это написано, друзья? Перейдем к посланию к римлянам, прежде чем мы окончим. Послание к римлянам, 6 глава. Это та самая весть, друзья, о Христе распятом в контексте закрытия времени испытания. В контексте принципов Божьей трехангельской вести. В контексте того, что рана, полученная папством, скоро исцелится. В контексте первоначального способа обмана сатаны, это ложное образование. Спасая людей во всех слоях общества, что мы должны проповедовать? Христа и притом распятого. У вас есть только один путь, друзья. Рационализм. У вас есть только это. Век разума. Я мыслю правильно, я делаю это. Нет, нет, нет. Спасая людей от преисподней, что мы должны проповедовать? Посмотрите вместе со мной. Вы знаете, что? Да, римлянам, 6 глава, стих 3 и 4. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились? О чем здесь Павел проповедует? О Христе 1. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы и отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. И со стиха 12-го до стиха 16-го говорится о секрете выбора и о том, как подчиниться. Давайте посмотрим, друзья. Секрет победы над всяким грехом – это выбор оставить свою волю на стороне Христа. И когда мы сделаем этот выбор, Христос наполнит нас силой и даст нам силу действовать согласно нашего выбора. Христос в Его распятии. Деяния апостола 2-я глава. Итак, друзья, это не просто проповедование Христа в Его распятии, но нужно знать, какой же секрет победы. Это также выбор. Это также воля, которая является движущей силой в человеке. Выбери, и Бог наполнит силой твой выбор. Но помните, что мы должны действовать согласно своего выбора. Мы говорим о желании. Послушайте о желании, святости и других добрых качеств. И мы должны продолжать идти. Но если мы остановимся на достигнутом, мы ничего не получим. Многие будут навсегда потеряны, потому что они надеялись или желали быть христианами. И не пришли к той точке, чтобы отдать свою волю Богу. Они не сделали этого выбора быть христианином. Деяния апостола 2-я глава, стих 36-й, Библия говорит нам, Петр в день Пятидесятницы проповедовал послание о Христе распятом. И это было настолько сильно, друзья, что Библия говорит нам, что те, кто слышал это, они умилились сердцем. Они были осуждены на смерть и на погибель. Вот твое состояние перед Богом прямо сейчас. И что Петр сказал им тогда, друзья? В стихе 38-м. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Покаяние. И кто же дает нам это покаяние? Только Христос. Покаяться означает развернуться. Таким образом мы должны проверить самих себя. Когда мы чувствуем обличение во грехе, мы должны исповедать и сказать Господу, я сожалею об этом. Божественное сожаление, когда я сожалею о этом конкретном грехе. И по Его благодати я получу силу не повторять этих грехов снова. Это и есть истинное исповедание. Дорогой Божий, дай мне силы сейчас обратиться. Дай мне силы сейчас возненавидеть то, что я однажды любил, греховное, и полюбить истину, которую я однажды ненавидел. Христос тут же даст нам покаяния. И тогда мы можем принять водное крещение, даже повторное крещение, и крещение Духом Святым. Читаем из тома вести 1888 года, страница 1075. Здесь говорится, «Но хотя князь тьмы и будет работать, чтобы покрыть землю тьмой, и этой тьмой ожесточить людей, все же Господь будет ниспосылать Свою преобразующую силу. Работа должна быть выполнена на земле подобно той, которая имела место во время излития Святого Духа в одни первых учеников, когда они проповедовали Иисуса распятого. Много будет обращенных в один день, и их весть будет продвигаться со властью». С этими словами я желаю закончить Небесный Отец. Этим вечером мы глубоко исследовали одну важную тему из книги Откровения 13-й главы. Мы читали здесь эту главу соответственно с библейскими пророчествами. И многие из нас проверили себя, были ли мы загрязнены этими пятнами барса, ложными учениями, пришедшими из Едемского сада от сатаны, и которые распространились в веках вплоть до Древней Греции. Отец, пожалуйста, спаси нас. Помоги нам еще больше изучать Библию. Мы не знаем, как много еще исследований будет, прежде чем мы наследуем вечность. И сейчас мы ожидаем следующей недели. Нет, Господь, может быть, следующей недели и никогда ее не наступит. Если она не придет, помоги нам жить ежедневно для Тебя. Каждый день умирать или жить согласно Твоей воле. Согласно Твоего Слова. Ожелотвори нас. И так мы и получим Твою веру, чтобы Ты нашел нас верными. Господь, сохрани нас. Ты дал нам эту весть, чтобы спасать людей, которые были запачканы этими пятнами Греции. Пятнами из дерева познания добра и зла. Пятнами дракона. Пятнами сатаны. Помоги нам, Господь, приобретать опыты в мире. Во-первых, чтобы мы могли использовать его. И тогда наша весть будет продвигаться с силой. Потому что мы будем иметь опыты в этом мире. Господь, сохрани нас. Мы опять благодарим Тебя. Услышь нас. Мы благодарим за ответы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы благодарим вас, друзья и семейство, за то, что вы присоединились к нам сегодня вечером, когда мы изучали Божье Слово. Эти уроки будут опубликованы. Возвращайтесь опять к этим заметкам. Найдите время для полноценной молитвы. Проверяйте эти темы в своей жизни. Молитесь друг за другом, потому что скоро и очень скоро время испытания будет окончено. Очень и очень скоро многие люди будут уже недостижимы для Святого Духа. Они придут в такую точку своей жизни, когда они будут испытывать голод по Святому Духу. И какова причина всего этого? Эти пятна Греции. Пятна дьявола. Ложное богословие. Ложное христианство. Ложная система обучения. Это время для вас и меня, чтобы плакать между притвором и жертвенником, говоря, Господи, пощади народ Твой. Спаси моих детей. Спаси моего супруга. Сохрани моих друзей. Сохрани членов моей семьи. Это должно быть нашим опытом. И когда мы будем проповедовать для других, мы будем забывать о себе. По Божьей благодати мы встретимся снова на следующей неделе во вторник, в 19.30. Вы также можете присоединиться к нам в эту субботу в 11 часов 30 минут утра. Также вы можете послушать наше радио онлайн. Божьих благословений вам!